Набираем 500 лайков и выходит новый ролик. Всем привет, вы на канале Армгеймер, меня зовут Арман и сегодня, ребят, мы будем тестировать очередную базу в игре Clash of Class. А ребят, если вот вы прямо сейчас поставите лайк под этим роликом и мы наберем под этим роликом 1000 лайков, то в следующей серии я буду уничтожать, точнее удалять все эти новогодние ёлочки, которые у нас выросли на базе. Так что ставьте обязательно большой пальчик вверх и мы это сделаем вместе. И конечно же вот прямо сейчас вы видите самые лучшие комменты прошлого ролика. Ну а если вы хотите тоже попасть в этот ролик, точнее в следующий ролик, то напишите что-то позитивное прямо вот сейчас под этим роликом. У вас большая вероятность, что вы попадете, комментариев очень много, так что каждый может попасть сюда. Ну а мы, ребят, давайте потихонечку, потихонечку будем переходить на атаку, точнее, на атаку. Кстати, вот хочу передавать привет игрокам с никами Томми и Фейсер. Вот, соклановцы, подписчики. Вот, передаю ребят вам приветики. И я кидаю, собственно, запрос из моего второго аккаунта и, собственно, иду атаковать. Вот в чем суть нашей этой базы. В принципе, думаю, понятно постараться сделать так, чтобы шарики дошли до самого конца этого мини-либиринта. Да, вот, напишите в комментариях, куда по-вашему дойдут эти наши шарики. У нас целых 47 шариков и плюс еще 7 шариков вроде бы, да, в крепости клана. И сейчас посмотрим, что они будут сотворять. Ребят, вы пока что напишите в комментариях, куда дойдут по-вашему эти шарики. Ну, а я уже потихонечку буду выпускать. Кстати, почему я поставил именно вот так сначала башен колдунов? Потому что башни колдунов, они вот самые главные противники наших шариков. Вот, поскольку у них массовый урун, да, они очень сильно мочат наших бедных шариков. Вот, ну и поскольку вот башня колдунов, вот, пышненько уничтожается, все остальные здания, в принципе, не наносят особого вот урона нажим шарикам. Не смотрите, как красивенько и плавно идут вперед, да. Вот башня лучниц тоже вот неплохо дымажат, но все же, все же шарики передвигаются и вперед, и как бы все делают по очереди. А, ну, в принципе, в принципе, прикольно. Сейчас остаются только Теслы в конце базы и посмотрим, что они сделают против наших этих шариков. Конечно, там воздушные бомбы тоже есть и возможно, что за счет них шарики не смогут уцелеть. Так, отлично, башня, бомбежечка и, в принципе, ребят, идут красные бомбы. Раз и... Ох ты, последние красные... Что это было? Ребят, вы видели, что это было только что? Буквально четыре красных бомб уложили всех наших этих шариков. Охренеть, просто охренеть. Лол, я хочу за этим наблюдать еще разочек, ребят. Так, и давайте вот... Ох, вот запрос есть. Идем в атаку и сейчас смотрим. Хе-хе, блин. Конечно, я никак не ожидал, что у нас будет вот такой вот результатик. Выпускаем всех наших шариков. Отлично, шарики давайте побыстрее. Вот шарики из крепостеклона тоже сейчас будут выпущены. Хе-хе. Можно, кстати, их попробовать медленно как-то выпускать, чтобы они, знаете, так потихонечку сделали линию. Хотя нет, по-моему, не прокатит, поскольку вот там все будут идти вперед, там, вздыхать потихонечку. Ну ладно, сейчас будем наблюдать еще раз за всем этим. Я, вот честно говорю, ни разу еще не тестировал и был просто в шоке. Да, я думал, что красные бомбы будут нанести вот довольно-таки неплохой урончик. Ну вот, чтобы вот так быстренько, вот тычка, 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 тычка и все. О, шарики просто уложились у нас. Там было где-то 55 шариков, да, вроде бы, если я не ошибаюсь, и все эти шарики буквально сдохли перед нашими глазами. Сейчас вот огромная шанс, что один шарик будет просто-напросто уцелеть, хотя не. Все, он просрал свой шанс. Или не? Ну или да. Так, вот, первая красная бомба, вторая красная бомба, третья красная бомба, четвертая красная бомба, ребят. Ох ты, это просто жесть. Последний шарик уцелел, но его просто снесли воздушные мины. Прикольно, ребят, просто охренеть, как классно все это было. Ладно, ребят, давайте сейчас сделаем еще один тест, только на этот раз уже мы будем нападать с другой стороны. Возможно, что-нибудь у нас пойдет по-другому. В общем, выпускаем всех наших шариков с этой вот стороны. Отлично. Ну, они потихонечку сдыхают, но все равно сдыхают. Хотя нет, смотрите. Половина шариков просто уцелел за счет того, что... Ой, так, да, бомбы не наносит рун. За счет того, что я их просто еще не выпускал. Ну, а вот основная часть шариков просто сдохла. Ну, смотрите, ребят, сейчас они все делают задом наперед, только вот прикол в том, что с этой стороны их будут ждать башни колдунов. И вот напишите, ребят, кто по-вашему будет сильнее башня колдунов, точнее три башни колдунов или же вот столько вот шариков. Вот я думаю, что башни колдунов все-таки сделают свое дело, поскольку вот побошечки еще стоят перед ним. В общем, вы напишите, хотя, возможно, шарики тоже вот уничтожат этих башен. Так, отлично, башня лучницы потихонечку падает. Вот и сейчас дело дошло до пвошечек. Ну, пвошечки, они вот берут только лишь один цель и при этом их очень легко уничтожать. Ну, а вот башни колдунов. Это вот, ребят, уже интересно получается. Так, первая башня колдуна снесена. Ну, вторая тоже и пару шариков. Вот, ребят, последняя башня колдуна у нас остается. Просто охинить шарики, значит, просто тупо не могут справляться со всеми зданиями дефа, если они будут расположены вот таким вот образом. Мы сейчас небольшой бонус, посмотрим, кто сильнее. Все-таки, смотрите, ледяный маг просто уделал башню колдуна. Ух, просто шикарно, ребят, просто шикарно. Хотя можно, ребят, еще вот устраивать тест со спелками. Ну, это уже в следующих сериях. Ну, а на этом мне придется с вами прощаться. Так, стоп, 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 не прощаемся. Куда идет? Ааа, чистильщик. Я забыл чистильщика поставить. Хотя нет, нормально, поскольку вот если был бы чистильщик, то шарики вылетали куда-нибудь подальше. А это мне, в принципе, не надо было. Все. Ладно, ребят, на этом заканчиваем наш сегодняшний ролик. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте про лайки. Напоминаю, что если наберем 1000 лайков, то в следующей серии мы будем разрушать, блин, например, я сказал, разрушать, удалять эти новогодние елочки. И, в принципе, напишите свои мнения в комментариях. С вами был, как всегда, Ярман. Всем удачи и всем пока-пока-пока, ребята. Хочешь, чтобы я тебе передавал привет, тогда сделаю репост данного ролика из моей странички ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну а сегодня приветы получают Саша Сурков, Александр Блинников, ну и Саня Казанцев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok